А нет, ты что де... А ну-ка, а ну-ка, ес! Он ржет и уровень пройден, судя по всему. А когда мы перейдем к прошмандовке, вау! Так, ребятки, это уже не смешно. Точнее, это было смешно в первый раз, это было странно во второй раз. Но вы собрали целый вагон лайков, и это должно продолжиться в третий раз? Серьезно? Вас настолько заворожила концовка прошлой части... Что ты, мать твою, делаешь? Он поймал крысу и зачем-то тащит ее к на... О-о-о-о-о... Да, леди и джентльмены, благодаря вашим лайкам мы продолжим приключения шальной императрицы в мире говна, макак и дебилистичных полуфабрикатов. Просто, просто фантастика, а? Давайте вы под другими роликами за полминуты будете собирать по 5000 лайков. Ну, а я тем временем выдам макаки, видимо, леденец. А, это бомбочка для ванны, слушайте, так это сработает. Макака испугалась бомбочки для ванны. А мы тем временем погружаемся в местные горячие источники и будем откисать прямиком с дюшесом в руке. Да, я думаю, это именно дюшес. Все, она лежит себе откисает, дюшесика выпила, и какая проблема у нее возникнет, мне интересно. А, макака не убежала. Макака решила поплавать вместе с ней и немножечко пустить газиков от дюшеса. Она обосралась! Я, в принципе, ничего другого от этой игры не ожидал. Мне нужно перестать удивляться. Мы можем пердануть в ответ. Давай. Ни хрена себе у тебя там говеные потоки. Да, уж реально, шальная императрица что-то от нас скрывает. Ох ты, бог мой. Давайте мы обратно вернемся к тому полуфабрикату, потому что я что-то задолбался играть в ее потрясающие истории. Да, ты понравилась макаке. Ну, хоть кому-то. И макака стащила полотенце. Что же мы сделаем? Кстати говоря, она все равно стоит в полотенце. Там видно. Мы можем, наверное, встать на местные тапочки или воспользоваться веером. Ой, я воспользуюсь веером. И, пожалуйста, пусть это сработает. Это не сработало. Ну, конечно, мне придется все перепроходить. Спокойно, спокойно. Все хорошо. Все нормально. Знаете, цена ошибки в этой игре слишком высока. Тебе приходится говно сцены пересматривать потом по две мать его минуты. Просто, чтобы продолжить игру. Ну, ладно, неужели мы прошли этот сумасшедший уровень? Надеюсь, остальные уровни будут попроще. Ой, что вы мне разблокируете? О, костюм доллара для настоящей чекули. Ладно, продолжаем приключения шальной императрицы. Она приходит к монаху, которого мы, кстати говоря, уже встречали. И она такая, привет! А он-то не понимает. Он понимает только кони шуа. Она сейчас в бубен даст, чтобы он проснулся. Она вообще неадекватная. Видимо, да. Давай. Ну-ка. Интересно, это сработает или он покажет свою кунг-фу. Паааа! Мы его разбудили. Ииии... Сейчас начнется кунг-фу, скорее всего, да? Кунг-фу начинается? Да чё ж ты орёшь-то, не визжи! Нет, он просто упрыгал. Серьёзно, это сработало? Почему я не показал ей свою кунг-фу? Возможно, тогда бы мы перешли к другой идиотине. Мне чё-то его уровни уже больше начинают нравиться. В них меньше различного кринжа. Так, он будет обучать её драться. Это что, какие-то отсылки на убить Билла начались? И она такая, о, это дерево. Да. Жопой или лицом нужно бить? Для чего руки-ноги? Ну давай жопой. Она у тебя явно большая и явно справится с куском дерева. Таааак. Что? Зачем ты начинаешь тверкать? Там сейчас этот монах ослепнет. Он охренел просто. Такого кунг-фу он ещё никогда не видел. Шаолиньские монахи нервно курят в сторонке по сравнению с ней. О, главный Босяра пришёл. Что же мы с ним сделаем? Нифига себе, какой мощный дядька. Он хочет есть. Он её не пустит пока. Он не поест. Она может воспользоваться кисточкой или миской с едой. Что бы вы использовали? А, вот, наверное, миску с едой. Потому что это логично. Но нет, здесь нужно использовать кисточку. Сто процентов. Что она сделает этой кисточкой? Она его пощекочет. Он начнёт ржать и просто укатится, как грёбаный колобок. Я же говорил, не нужен мозг в эту игру. Абсолютно. И ес. Мы переходим к этому недорожшему полуфабрикату опять. Моё любимое. Ой, сейчас будем кринжевать. Он у нас в метро в шапке самурая-арбуза. А эта дама популярна вот просто на всём белом свете. Да, выпускает свои жопные гавнодухи и весь мир доволен. Просто невероятно. Чем же воспользоваться? Грёбаным мечом или шапкой? Ну, очевидно, что нужно воспользоваться мечом. Поэтому пользуемся шапкой. Что же он сделает? У него там пропуск. Что? А, это сработало? Нет, это, кажется, не сработало. Что там происходит? Сработало! Конечно, если бы он взял меч, он бы, скорее всего, прошёл насквозь. И он бы с себя пырнул этим мечом. Что, в принципе, очевидно. Но у нас ещё два фрагмента впереди. И он пришёл в метро и захотел похавать. А там их автоматы японские стоят. Кстати говоря, я наслышан о различных японских автоматах. Мы можем похавать какое-то дерьмо зелёное. Но оно довольно и выглядит мило. Или же жука. Ну, вот слушайте. Между странным зелёным азиатским блюдом, похожим на говно, и жуком, я бы, наверное, всё-таки выбрал первое. Потому что, ну, васаби тоже, на самом деле, выглядит не гениально. Но всё-таки это съедобно. А вот жуки. Жуки, если честно, не очень съедобные. Ну, надеюсь, это сработает. Надеюсь, это сработает. Пожалуйста. Оно было довольным. Так. Так. Вау. Фух. Слава богу, я угадал. Вот я же говорил, жук бы ему в задницу куда-нибудь заполз. И опять босяра. Видимо, он укатился прямиком в метро. Как же нам пройти мимо него? Мы можем встать в эту позу или просто надеть местные труселя. Давайте труселя местные наденем. А нет! Ты что дел... Такой же он неадекватный. Ну ладно. Если это работает, это не тупо. Да в смысле? Всего один уровень за него. Чё так мало-то? Я не хочу возвращаться к этой прошмандовке. Нет! Ну и где она будет теперь? На японском шоу! Это будет интересно. Не, ну тут как бы выбор очевиден. Так. А ну-ка. А ну-ка. Ес! Всегда выбирайте жопу и всегда будете выигрывать. У-ху! Ой, что же здесь происходит? Тортик или пальцы? Пальцы или тортик? Ну, тортик это слишком просто. Нужно использовать пальцы. Это всё-таки фишка такая. Ииии... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Смешнявка, уровень пройден. Мы в прямом эфире! Что же она сделает? Это у нас поток говна из зёпы! Так. Мы можем воспользоваться затычкой из мороженого или непонятной рыбиной. Окей, воспользуемся рыбиной. Возможно, она надуется. Так. Что ты будешь делать с этой рыбиной? Рыбина надувается и нет. Она в дерьме! Ху-ху-ху-ху! Я прям чувствую, как у меня во время этой игры нейроны медленно отмирают и IQ падает по паре единиц за каждый пройденный уровень. Ладно, воспользуемся мороженкой местной. Или что это вообще такое? Я, если честно, не шарю. Но это сработает. Блин. Если символично разбирать, что сейчас произошло, то лучше не разбирать. О, обратно приходит эта инфузория. Неужели? Давай, давай. Чем же ты будешь заниматься в метро? Я помню, что мы остановились в метро. Он приехал в место, которое ему нужно. А почему никаких приключений в самом вагоне не было? Это упущение, разработчики! А, ленитесь! А, он сам приехал на это шоу. Эй, хочешь поучаствовать в шоу? Смотри, у нас тут заложен динамит с кучей дерьма! И этот чел, он понимает, что он попадает в это шоу. У него почему-то рука начинает просвечивать. И он обоссывает бомбу. Тем самым, непонятно, как ее обезвреживать. Я не знаю. Я не знаю. Так, сверху у нас сидит мартышка. Снизу девчуля. Явно не стоит связываться с мартышкой. Мы видели, что мартышка не очень адекватная. Лучше связаться с девчулей. Так, он сейчас выхватит у нее юбку. Стоп, что? О, боже мой! Но это ведь сработало, да? Это сработало. Ржомба! Лежала вся японская маршрутка! Хе-хей! Так, что это? Это огромные, так сказать, я не знаю, булочки шоколадные. Надвигаются на него. Он может их захавать, либо непонятно, что сделать. Ну, попробуй их захавать. Это должно сработать. Он себе прямо прогрызает путь через препятствие! Вы можете поучиться у него! Если вы столкнулись с проблемой, вы должны выгрызть себе путь наружу! Даже если путь будет через дерьмо! И мы открыли новый костюм. Костюмы на пришлэнса. Ни хрена себе. Не, ну ему бы подошло, потому что он тот еще гуманоид. Опачки! Что? Они собираются ее приготовить? Чем же воспользоваться? Кисточкой или валиком каким-то? Что это вообще такое? Я просто хочу посмотреть, что это. А, мы ее будем чистить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой ужас! Явно не нужно было пользоваться этим. Мы сейчас воспользуемся кисточкой и просто перекрасим эту дуру. Так она же вроде выиграла это шоу. Как она там оказалась? Так. Мы просто ее чистим, что ли? Да что здесь происходит? Она кайфует? Как от массажа? Да какого черта здесь происходит? Ладно, хорошо. Просто пойдем дальше. О, фантастика. Еще два рычажка. Дерьмо зеленое определенно. Всегда выбирай жопу и дерьмо. Это всегда будет работать в этой игре. Нет! Да почему нет, а? Почему дерьмо и жопа, они всегда работают? Блин, ребят, вот кто прошел эту игру до конца, напишите мне, пожалуйста, сколько в этой игре уровней. Сколько мы еще будем мучиться. Вот будет еще одна часть этого ролика. Потому что я уверен, вы опять за полторы секунды соберете пять тысяч лайков. Давайте сразу десять собирайте за две секунды, чё б нет. А мы тем временем должны выбрать, я не знаю, рыбу или креветку какую-то, или рыбу. Давайте креветку, или что это вообще такое? Пожалуйста, пусть сработает. Пожалуйста, я не хочу переигрывать. Все нормально, она кайфует от того, что сверху креветка. Что? Там огромный рот. Ой, боже. Все, я не хочу даже вдаваться в подробности. Я даже не хочу шутить по этому поводу. Сама эта ситуация является шуткой. А еще здесь обязательно должны быть отсылки на игру в кальмар. Вот сто процентов. Это ж игра хайпила. Нихрена себе. Так вот, кто ее захалывает? Ну, конечно. Давайте мы воспользуемся, наверное, рычажком на стуле. И он улетит в космос. Так, он подкрадывается. Выглядит все это прям максимально странно. Но это работает. Так он упал. Упал вниз. И оказался почему-то в боулинге. Как? Зачем? Я не знаю. Мы можем воспользоваться шаром для боулинга, что логично. Либо же флагом Японии. Что он с ним сделает? Мне просто интересно. Я даже не пожалею, если мы проиграем. Он такой, что? Это флаг Японии? Боже, какой нахрен бык, а? Я бы понял, если бы это был испанский Теодор, и мы ему достали красный какой-нибудь флаг. Но при чем здесь флаг Японии? И гребаный сумоист. Ой, что началось-то дальше? Ладно, ты можешь воспользоваться сакэ или чем-то острым. Острым явно тебе не нужно пользоваться. Ты тот еще дегенерат. Воспользуйся местным сакэ. Только не кидайся им. Я тебя умоляю. Это кислота, возможно, какая-то? Возможно, он сожгет ее? Что произойдет? Да, сработало. Хорош, он ее освободил. Правда, он немножечко в говно теперь, но это, так сказать, побочный эффект. Да, она такая, ой, ты меня спас, да? А я тебя просила. Я ухожу. А ему насрать, он флексит. Но, несмотря на обиду, она взяла этого говнюка в говно с собой. А, и он такой, эээ, в смысле, куда? Какого черта? Меня бросили в Японии! Нееееет! Ты меня привезла! Ты меня и увези! Черт! Ой, опять эта роботесса. Так, один раз мы ее победили, значит, и второй раз победим. Нужно просто дать ей денег. Потому что эта дамочка у нас зависимая от денег. Помните? Она такая, да-да-да-да-да-да, оплата принята, вот вам энергетик. Ох, нихрена себе, так это робот для выдачи энергосов. Сейчас на пердеже полетит. О-о-о, режим берсеркера какого-то включился, мать его. Вот поэтому, дети, нельзя пить энергетики. Категорически не рекомендую, посмотрите, как его вштырило. Так, мы можем воспользоваться еще одним энергосом и его охватить сердечный приступ, или же мы можем воспользоваться плакатом. Давай лучше плакатом воспользуемся, не нужны нам сердечные приступы сегодня. Так, он ее пообнимал и с помощью сил добра прошел через препятствие. Что за энергетики пили сценаристы этого говна? Вот там явно были какие-то просроченные энергетики. Финальный этап, как же мы доберемся до автобуса? Мне прям самому интересно стало. А, автобус остановился, как удобно. Так, может ты сядешь в него, а не будешь дышать? О, опять говно или же клыки. Ну, говно мы уже использовали. Ой, как я надеюсь, что вот это вот сработает. Пожалуйста, 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 так! И не отрывайся, не отрывайся. Нет, он скатился. Он сейчас отвалится, ну, конечно. А как ему поможет дерьмо? Кто-нибудь может мне объяснить? Стоп. Да, это не сработало. Он отвалился, и мне придется все это пересматривать. Ладно, возможно, зеленая какашка наполнит его силой добра. Почему бы и нет? Итак, итак... А, он дракона сейчас призовет. Нет? Ой, ну, конечно. Как я мог забыть о том, что он любит срать? Упущение с моей стороны, простите. Так, теперь он какого-то черта летит на парашюте. Я вот не знаю, как он там оказался, каким магическим образом. Но мы с вами прилетели на острова. Стоп! Кажется, мы находимся в Рио-де-Жанейро. Э, привет, птица. Надеюсь, ты мне поможешь. Так, она должна мне помочь. А ну-ка. Это ведь сработает, не правда ли? Это сработает. Он упадет дальше. Нет, он упадет дальше, и снизу его никто не поймает. А как парашют ему поможет? Парашют уже уничтожен. Гребаные птицы. Вот знаете, в этой игре главными антагонистами являются птицы. Сначала чайки, потом голуби. Теперь, я не знаю, вот этот вот тукан непонятный. Окей. Что ты сделаешь с парашютом? Блин, он гребаный акробат. Том Круз отдыхает. И так. Вот так вот, да? Вот прям вот так вот. Больно, я понимаю. По-моему, это большее упущение. Теперь без детей будешь жить. И что дальше будет? Еще больше птиц? Ну, конечно, он навернется. Он один хрен упадет. Вот не было смысла его спасать. Он все равно упадет. Солнце садится. Что это такое сверху? А, это солнце припекает его. Жара. О май гад. Ну, окей. Как же мы будем бороться с жарой? Наденем очки или зонтик. Ну, очки вряд ли тебе помогут. А вот зонтик вполне себе может защитить от солнца. Ну-ка. Где он его достанет? Из жопы опять? Пожалуйста, не доставай зонтик из жопы. А, из башки. А, нет. Все-таки из жопы. И зонтик, очевидно, работает. Что? Его теперь ветер сдувает. Конечно. Мы же высоко. Там же ветер. И опять птица. Ни хрена себе. Даже статуя в шоке от происходящего. Я тебя полностью понимаю. Разделяю твои чувства от статуи. Статую обосрали. Мы можем воспользоваться киркой или тряпочкой. Очевидно, киркой. Потому что он дебил. Ни в коем случае не нужно было бы пользоваться там киркой. И, черт, я проиграл. Он себе по башке шарахнул. А, нет. Это сработало. Фух. Он немного шарахнул себя по башке. Но его опустили на землю. И мы находимся в новой стране. И тут у нас опять полицейские. Которые будут его докапывать. Не, здесь бандюганы. Вот оно что. И он видит, как бандюган пытается ограбить полицейского. Не, ну это какой-то совсем отчаянный бандюган. Давайте-ка мы заберем у него деньги, наверное. А, нет. И потом полицейский проснется и арестует нас. А, нихрена себе многоходовочка. Ха-ха-ха. Полицейский просыпается и видит, что чел украл у него деньги. И арестовывает его. Это-это мега многоходовочка. Просто пушечка. Ладно. Вот это вот единственная сцена за весь этот ролик, которая мне понравилась. Опять какой-то чувак просит у него деньги. Мы можем дать ему кирпич. Что? Что ты делаешь? Нет, все же разрушится. А зачем ему кирпич? Что ты делаешь? Какого черта? Зачем ты это сделал? Бедный рабочий. Никого не трогал. Строил себе дом. Ты вырвал каким-то хреном кирпич и отмудохал двоих людей. Зачем? Опять бандюган побитый. Опять приполз. Мы можем дать ему семечки или еще один кирпич. Но кирпич два раза не сработает. Семечки в этот раз мы ему дадим. Я правда не понимаю, при чем здесь семечки. А, мы закидаем его семечками, чтобы его заклевали голуби, которых, по-моему, там даже нету. Там попугаи какие-нибудь, туканы в этой стране. Но окей. Он ржет и уровень пройден, судя по всему. А когда мы перейдем к прошмандовке? Вау. Фантастика, не правда ли? Но на этом игра не заканчивается. Он продолжает бродить по какому-то гету. И где наша любимая принцесса? Почему уровней с ней нет? Даже намеков на нее почему-то нет. Ну давай, прыгай. Ты ведь великий акробат. Том Круз отдыхает. Это ведь сработает, я уверен. Что он с ботинком бы сделал? Проехался по веревке? Так. Вау. Я же говорил, акробат. Это сработало. Правда, мы оказались почему-то в хате у этого бандюгана каким-то образом. Я даже не хочу знать, каким. Живет он так себе. Я теперь понимаю, почему он грабит, кого попало. Но мы с вами должны выбраться отсюда. Унитаз. Мы воспользуемся унитазом 100%. Я прям уверен. Он там не просто так стоит. Мы через унитаз, ты собираешься выбраться наружу? Это же не сработает. Боже мой. А динамит сработает в руках этого полуфабриката, да? Единственное, что он может нормально подорвать, так это мою жопу. Так. Что он сделает? Давайте просто посмотрим. Он за ванной решил спрятаться. Это же явно сработает. Конечно. Только ванна не пострадала. Гениально. Это знаете, как прятаться в холодильнике во время взрыва какой-нибудь атомной бомбы. Окей. Что дальше? Ему нужно найти его любовь. Конечно. Мы про нее забыли. Где же она? Наша любовь. Воспользоваться картой или просто орать? Конечно же, просто орать на улице. Я не знаю, на прохожих докапываться, хватать людей, вот так вот трясти и орать. Где я? Он все-таки догадался, где он кажется. Так. Он начинает орать статуи, судя по всему. И статуя такая. Да ты вообще-то на улице Пушкина, дом Коватушкина. Спасибо тебе большое. Обращайся. Топай туда, если что. Это сработало. Я схожу с ума. Я просто схожу с ума. И, конечно же, наша принцесса вернулась. Чем же мы будем с ней заниматься? О! Мы пришли примерять костюмы. Что ж, костюм супергероя или костюм какой-то жар-птицы? Выбирайте в комментах именно вы. Ставьте лайки. Вы ведь опять соберете кучу лайков, чтобы вышла следующая часть. Вы меня добьете, не правда ли? С вами сегодня был Фокс Нео. Не забывайте подписываться. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok